всем доброго дня сегодня я хочу вам рассказать и показать очень простой рецепт клубничного десерта с творожным кремом сейчас сезон клубники у нас подходит концу а где-то уже прошел но это не так важно этот рецепт можно делать и зимой и летом так как мы будем делать его из замороженной клубники а свежую мы съедим так если вы не замораживаете клубнику в сезон то и сейчас без проблем можно купить в любом супермаркете а летом делать и свежий раскладывать его не обязательно в креманке можно в чашечке в пиалы или в стаканчике например для виски ну что мы сегодня и сделаем и так что нам понадобится здесь у меня клубники ну примерно с пол килограмма не могу сказать точно не взвешивала понадобится творог нежирный у меня 0 5 процентов понадобится сливки сливочки жирные у меня 35 процентов ну желательно хотя бы 30 до 32 ну не меньше понадобится сахарная пудра сахар и ванильный сахар и так с чего начинаем сначала так как клубничка у меня замороженная понятное дело что мы прекрасно знаем что не всегда клубника бывает такая ароматная сладкая вкусная бывает и с кислинкой или вообще как трава поэтому лучше добавить сахара если у вас клубника сладкая можете не добавлять но все равно не знаю может быть чуть-чуть все-таки стоит ну вот на это количество вот у меня здесь три столовые ложечки такие без горки сахара я их сейчас добавлю и поставлю в микроволновку чтобы он растопился сахар и клубничка не надо кипятить и чтобы она там бурлела все кипятилась и не надо так чтоб только растворился сахар и сама клубничка растаяла пошла ставить так пока у нас клубничка в микроволновке немножко тает мы можем продолжить мы займемся творогом берем творог как я говорила не жирный в творог лучше добавлять сахарную пудру и почему потому что сахар песок он плохо разбивается блендером мы будем работать вот погружным блендером поэтому я добавляю чуть-чуть вот внутри таких небольших ложечки да или допустим три чайных ложечки без верха сахарной пудры и немножко добавим ванильного сахара ложечку такую поэтому мы сейчас разобьем вот этот творожок пока у нас там клубничка тает чтобы его разбить чтобы он не был таким сухим я добавлю сюда капелюшечку сливочек но трудно сказать вы тоже будете смотреть да чтобы он был творожок не очень густой но и не совсем жидкий чуть-чуть добавим можно это не обязательно погло погруженным блендером делать можно это делать и таким обычным блендером да вот но я в основном так делаю здесь клубнику здесь творог а можно здесь все сделать в одном выложить потом начать другой процесс продукт сбивать и так этот пока отстали ждет клубничку начинаем ну вот такая масса у нас получилось как крем так теперь мы это отставляем и будем взбивать нашу клубничку . у нас растопилась если вдруг вы перегрели клубнику ну тогда лучше немножко остудить пусть постоит немножко чтобы она не была горячей складываем сюда клубнику так ну все у нас все готово клубника отставляем и творожный крем вот такой он примерно к поставит домашняя сметана получилось теперь начинаем раскладывать берем наши стаканчики и раскладываем туда творожок верни творожный крем это уже немножко расправляем немножко постучать чтобы он разровнялся более ровный так получается вот примерно такой слой потом делаем слой с клубники так ложечка не очень удобно поэтому я на ней возьму так Так, вот так получается у нас два слоя, внизу крем творожный, вверху клубничка и сверху еще добавляем еще один слой, но мне не очень нравится, когда просто слой идет, я просто делаю такую шапочку, получается вот так, и так же делаем вторую, вот так получается. Можно чем-то украсить, любыми ягодами, можно также украсить дроблеными орехами или тертым шоколадом, но это как-то больше на зимний вариант, то все-таки лучше какими-то ягодками, можно вот так, можно вот так и веточку добавить. Попробуйте. Очень вкусный и простой десерт. Я надеюсь вам очень понравится. Всего хорошего, до следующих встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...